Всем привет! Сегодня покажу рецепт своей малосольной съемки. Я уже заранее знаю, что будет очень много критики, будет очень много недовольных, но тем не менее, я делаю, как я делаю, и я готов ломать стереотипы. Уже как-то раз была дискуссия по поводу говяжьего языка, где народ утверждал, что его в рассоле замораживать нельзя, что рассол, точнее бульон, разорвет нежные волокна языка и так далее и тому подобное. И как мне камнями кидали, говорили, что это неправильно, так не делают, а я делаю, и ничего у меня не разрывается, и все получается. Не будем о грустном, показываю рецепт. Засаливать я буду трех вот этих красавцев, вес каждого 300 грамм, итого в общей сложности 900 грамм. Готовлю смесь, беру самую обыкновенную соль с любого немецкого супермаркета, 150 грамм, она йодированная, если что, и добавляю сюда столько же сахара. Все тщательно перемешиваю, смесь готова. Следующим шагом, очень много дискуссий, в какой посуде солить. Вот знаете, лично мне, по барабану в какой посуде, и те, кто говорят, что вот нужно солить обязательно в стеклянной посуде, я на 100% уверен, что они не определят, в чем я просоливал рыбу. В стеклянной, в пластмассовой или в металлической. Поэтому насыпаю немного смеси, смесь насыпаю только для двух рыб в данный момент. Чешую я не счищаю, кожу я не срезаю. Так, ну и одну рыбину я хочу засолить отдельно, я просто хочу добавить туда свекольный сок и посмотреть, что из этого получится. Тоже бытует мнение, что рыбу сначала нужно просолить, а потом напитывать соком. А я сделаю сейчас наоборот. Я ее сразу залью соком и посмотрим, что из этого получится. Посыпаю рыбу смесью. Я не боюсь, что у меня рыба пересолится. Рыба возьмет столько соли, сколько ей нужно. И сладкой она тоже не будет. Рыбу пока убираю в сторону. Я задам рыбе два вкусовых направления, а одно цветовое. В заморозке у меня находятся листья лайма. Вот их я как раз и нарублю. Укладываю листья только вот на одну часть лосося. Я не укладываю напрямую на рыбу, а потом посыпаю смесью, потому что в этом случае листья будут мешать соли и сахару промариновать рыбу. А вот в таком случае рыба просолится равномерно, и запах от листьев лаймана тоже возьмет. Направление вкуса вы можете регулировать сами. То есть хотите вы с лемонград сделать или добавить гвоздики, можжевеловых ягод, лаврового листа, это ваше личное дело. Вот это филе я оставлю так, как оно есть. Потом, когда рыба просолится, я сниму весь маринад, рыбу обсушу и только после этого нанесу порубленный укроп. Так, ну теперь вот эта рыба, которую я хочу сделать цветной. Есть у меня в холодильнике свекольный сок, вот его-то как раз я и буду использовать. Но здесь нужно пойти на хитрость, в каком плане. Я сверху уложу бумажное полотенце, и вот на него я буду добавлять свекольный сок. Это нужно мне для того, чтобы он просто сверху, мой маринад сразу не смыл, чтобы рыба просолилась. Накрываю его отдельной пленкой и отправляю в холодильник. Я такую рыбу, лично я, мариную 48 часов, потому что 24 часа для этой толщины рыбы мало. Это мое личное мнение. Для меня это мало. Потому что потом попробовав ее через 24 часа, она для меня еще сыроватая. Увидимся через 48 часов. Так, по истечению 48 часов, моя рыба выглядит вот так. Так, ну для начала ее нужно промыть под проточной водой. Так, ну вот, кто там говорил, что не нужно добавлять жидкость в маринад. Пожалуйста. Ну вот эти два кусочка у нас выглядят тоже презентабельно. Вам на первый взгляд может показаться, что рыба сухая, но она еще не готова. Я вам скажу только однозначно, что она полностью промариновалась. Еще маленький совет от меня. Вот теперь, когда рыба готова, но пока вы ее еще не запаковали и не заморозили, возьмите, отрежьте кусочек, только не так, что с краешку, а именно, чтобы дошло до самой середины. Попробуйте, если для вас немного соленовато, поместите этот кусок рыбы просто на 15 минут в холодную воду. И все. Затем его вынимаете, обсушиваете, смазываете маслом, запечатываете в пищевую пленку и в морозильник. Так, ну и поступаем следующим образом. Немного растительного масла в пищевую пленку и еще на 24 часа в морозильную камеру. Хранить в морозилке такую рыбу вы можете до 6 месяцев. Так, теперь вот эти два кусочка, я их не просто так перевернул, а с определенной целью. Значит, вот этот кусочек, это который просто был с солью и с сахаром, на него мы добавим укроп. Так называемый, сделаем из него граф лакс. И точно так же заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в морозильную камеру. Ну а следующий кусок у нас, который мы мариновали с листьями лайма. Готово. Все эти три куска отправляю в морозилку на 24 часа. После этого будем пробовать. Почему в морозилку? Ну, во-первых, если имеются как таковые паразиты, то они погибнут. Не все, возможно, но большая часть. И еще один момент. Рыба, как и мясо, после заморозки будет просто мягче. Вот весь секрет. 24 часа прошло. У меня даже прошло и больше. Мне просто некогда было заниматься рыбой. Она готова. Ну, давайте ее распакуем. Я немного ее нарежу. Так как она с морозилки, дам ей постоять, темперироваться и потом нарежу. Так, ну что касаемо вот этой свекольной рыбы. Что я могу сказать? Красиво, по цвету. Ну, сам я как таковое рыбу не крашу. Хотя, для цвета можно. Вкусовые качества по ней тоже сказать не могу. Будет ли чувствоваться свекла или нет? Сейчас все узнаем. А вот эти два сорта употребляю довольно часто. Ну что, давайте рыбу продегустируем. Она уже более-менее отошла. Рыбу нужно нарезать тоненько. Конечно, если бы у меня кусок был побольше, она бы смотрелась бы намного лучше. Ну, вот так, по крайней мере, я в свое время нарезал в одном ресторане, в котором я работал очень давно. Рецепт этот именно оттуда. Казалось бы, большое количество соли, большое количество сахара, но, тем не менее, рыба получается превосходная. Вот так вот тонко ее нарезаешь. Ну, больше я не буду, достаточно этого. Ну, давайте поглядим теперь вот эту красную со свеклой. Хочу просто посмотреть, насколько она прокрасилась. Да, конечно же, это все понты, по большому счету. Хотя, раз приходила к нам на фирму такая рыба, прокрашенная именно, не знаю, свеклой или чем, и она была прокрашена полностью. Но там была какая-то заводская технология. Так, ну и граф лакс теперь на очереди. Все этого будет достаточно за глаза. Так, ну а здесь уже каждый решает для себя сам, как он будет эту рыбу есть. Можно смазать маслом, можно нанести сливочный сыр. Можно сделать вот такие, допустим, канапешки. В этом видео я показываю, как лично я солю семгу. Кому-то этот рецепт понравится, кому-то не понравится. Я никого, ни к чему не принуждаю. Ну давайте здесь сделаем вот так, как вариант. И натру немного свежего хрена. Хрен можно смешать со взбитыми сливками. Ну как я уже говорил здесь, фантазия вообще неограниченная. Ну давайте я попробую. Меня в первую очередь интересует рыба с понтами, то есть покрашенная. Присутствие свеклы ощущается. Я бы рыбу красить не стал. То есть для тех, кто свеклу не любит, не делайте этого. Следующий вариант, который я продегустирую, будет с добавлением листа лайма. Очень интенсивный вкус. Лайм проявляется очень-очень сильно. Вот то количество, которое я добавил, его даже немного-много, чуть-чуть поменьше. И будет нормально. Но игра флакс с добавлением укропа. Очень хорошее сочетание. Но опять же, на любителя. Если вы привыкли рыбу есть так, как она есть, и она вам больше так нравится, ну так и делайте так. Я вам просто показываю варианты. Ну теперь перейдем к вопросам и ответам. Этот посол, который показал вам я, для него желательно рыбу брать потолще. Чтобы она просто через 48 часов не стала у вас слишком соленой. Или в другом случае, если у вас кусочки тоненькие, то выдерживайте рыбу сутки. Теперь, время выдержки. 48 часов. Если ваш батя солит такую рыбу 3 часа, дай бог ему здоровья. Пускай он солит ее 3 часа. На своей кухне у себя дома он может делать все, что ему угодно. Ну это так, к слову. Ну и теперь, по поводу укропа. Когда я читаю такие комментарии, как укроп, ну нафига он там нужен? Ну слушайте люди, целая индустрия работает на это. А знаете почему? Да потому что людям это нравится. И это пользуется спросом. Если вам это не нравится, не добавляйте. Ну оставьте это мнение при себе. Короче, я и так уже много чего наговорил. Как минимум на 5 лет тюрьмы. Поэтому, если вы умеете солить лучше. Если ваш батя делает по-другому. Если вы не любите свеклу, не любите укроп. Не добавляйте. Делайте так, как вы считаете нужным. А еще лучше, организуйте свой кулинарный канал. И все в порядке. А я посмотрю. На этом я с вами прощаюсь. До новых видео.